Говорит с вами о путешествиях. Кто же не мечтает посещать несколько стран в год, увидеть самые интересные экзотические места, проводить время в путешествиях, одновременно отдыхая и узнавая что-то новое, постоянно самосовершенствуясь. Мечтают об этом, наверное, все, а вот реализовать такие мечты по силу далеко не каждому. Но я знаю точно, что для партнеров компании Арифлейм это по-настоящему реальность. Арифлейм предлагает стиль жизни, наполненный яркими событиями, интересными мероприятиями. А также незабываемыми поездками в рамках международных конференций Арифлейм. А знаете ли вы, что партнеры Арифлейм в странах СНГ, путешествующие с нами каждый год, в общей сложности 7 раз обогнули земной шар и побывали на 5 континентах более чем в 40 странах мира? Арифлейм устраивает и оплачивает своим партнерам 4 международные конференции в год, на которые съезжаются представители со всего мира. Золотая конференция обычно проходит в каком-нибудь европейском городе для проведения бриллиантовой конференции выбирают курорт мирового класса. Исполнительная конференция приглашает в захватывающее экзотическое путешествие. Например, мы бывали в Зензибаре, Австралии, Аргентине, США, на Сейшелах. Только Арифлейм приглашает на международные конференции даже партнеров уровня менеджера. Золотые конференции приезжали во многие страны по нескольку раз. В большинстве стран они проходили два раза. Два раза в Италии, во Франции, в Португалии, в Греции, даже два раза в Африке. И есть лишь одна страна, куда мы приглашали партнеров на золотые конференции аж 7 раз. У вас есть предположение, что это за страна? Наши конференции получают высочайшее признание не только среди участников, но и в ивент-индустрии, среди профессионалов по организации мероприятий. Золотая конференция «Лайнер мечты», прошедшая в круизе по Средиземноморье, получила первое место в Европейском фестивале лучших мероприятий European Best Awards Festival. Золотые конференции в Париже и Валенсии получили первое место в премии «События года разных лет». И вот самая последняя новость. Буквально на днях, на ежегодной национальной премии «События года» менеджерская и золотая конференции «Арифлейм» 2016 года, которые прошли на Кипре и в Сочи, получили первое место в номинации «Лучшие бизнес-мероприятия года». Хотите стать участником золотой конференции следующего, 2018 года, которая, я уверен, также получит первые места самых престижных премий? У каждого из вас есть такая возможность. Вас интересует, где она пройдет? Об этом мы с вами узнаем буквально через несколько минут. Многие партнеры, которые с нами недавно, мечтают о своей первой конференции вместе с компанией «Арифлейм». Они ставят себе цели, в какую страну из текущих квалификаций они хотели бы поехать. Те же, кто уже посещал конференцию «Арифлейм», наверное, никогда не забудут особенно свою самую первую конференцию. Моя первая конференция с «Арифлейм» прошла в 2005 году, это была Италия, город Римеи, и меня тогда просто поразили все возможности для отдыха. С другой стороны, информативная, незабываемая бизнес-часть. Я также помню галовечеринку под названием «Раскрась этот мир». Все участники, около 5000 человек, были одеты в одинаковые белые костюмы, и, вооружившись разноцветными красками, могли рисовать все, что угодно на стенах помещения, где проходила эта вечеринка, а также на костюмах друг друга. Но Италия – это, конечно же, еще страна шопинга, я не мог не попасть под это влияние. Купил очень много одежды для себя и своих близких, еле с большим трудом упаковал этот чемодан, еле дотащил его в аэропорт, а дома, прилетев домой, открыв чемодан, я обнаружил абсолютно чьи-то чужие вещи. Оказалось, что мой чемодан забрал друг другой, а я также перепутал и забрал чужой чемодан. Я думаю, что у многих есть незабываемые впечатления о первой конференции, и я спросил у своих коллег по Арифлейм, а что они помнят о своей первой конференции вместе с компанией Арифлейм. Давайте посмотрим. Моя первая конференция с Арифлейм была в Марокко. Тогда мы были в городе Маракеше, и, как сейчас помню, я попал на центральный рынок Маракеша. Это знаменитый на весь мир рынок, очень экзотичное место. И тогда меня поразило, насколько дешево стоит свежевыжатый апельсиновый сок. И я настолько вдохновился доступностью этого сока, что выпил его много, можно сказать, слишком много, и получилась такая передозировка апельсиновым соком, после чего я, наверное, больше никогда такого количества апельсинового сока не пил. Конференция была замечательная, и я ее запомнил на всю жизнь. Моя первая конференция была в Португале, в 1998 году, я думаю. И что я помню от того конференции, что, когда я был довольно новым, как продаж в Хангарии, это были абсолютно замечательные партии, и какие удивительные танцы, арифлейные директоры, которые могут быть в этих партиях. Это память, которая будет с нами forever, и это как я помню мою первую конференцию. Добрый день, уважаемые партнеры! Завершилась квалификация на золотую конференцию 2017. Буквально только что мы подвели ее итоги. Делегация участников от стран СНГ на юбилейную золотую конференцию 2017 года насчитывает более 1200 человек. Мы поздравляем всех наших бизнес-партнеров, кто квалифицировался и в скором времени отправится в числе успешных лидеров всего мира в юбилейный круиз, посвященный 50-й годовщине компании Арифлей. Наши бизнес-партнеры посетят два континента, три страны, четыре города, и мы уверены, что это будет самая масштабная, самая захватывающая золотая конференция Арифлей. Хочу вам напомнить, что у вас еще есть возможность принять участие в юбилейном мероприятии на золотой конференции. Я говорю о глобальной программе «Пламя успеха», супер-призом которой является поездка на двоих в Афину и специальное награждение на юбилейном мероприятии золотой конференции. Все участники программы, выполнившие необходимые условия, получат гарантированный приз – планшет с автографами основателей компании. Безусловно, «Пламя роста» – это не только возможность получить супер-приз и отправиться к путешествию в Афину. Это прежде всего отличная возможность рассказать о компании Арифлей, показать масштабность компании, привлечь еще больше новых рекрутов, выявить новых бизнес-партнеров. И как следствие, ваши новые звания и новые вознаграждения. Также не забывайте, что продолжается квалификация на менеджерскую конференцию в Болгарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... До девятого каталога включительно идет вторая волна квалификации. Уже сейчас более тысячи лидеров претендует на поездку, а кто-то из них уже и квалифицировался на конференцию в Болгарии. Выполняйте условия, квалифицируйтесь на конференции и будьте среди успешных бизнес-партнеров Арифлей. Уважаемые партнеры, обращаю ваше внимание на еще одно очень важное событие. Весной 2018 года самые успешные предприниматели Арифлей отправятся в путешествие по Японии в рамках глобальной конференции. Сейчас прошла ровно половина квалификаций на бриллиантовую и исполнительную конференцию в Японии. Впереди еще половина пути. У вас есть все шансы стать участниками этого незабываемого события. А я передаю слово старшему вице-президенту, главе стран СНГ и Латинской Америки, Йохану Розенбергу. Вы мечтаете поехать в страну восходящего солнца, единственную во всем мире действительную империю, где продолжительность жизни людей самая высокая в мире? У вас есть такой шанс в компании Арифлей. Полным ходом идет квалификация на уникальнейшую конференцию, которая в 2018 году пройдет в Токио, в городе, который обязательно стоит посетить. У каждого из вас есть шанс. Помните об этом. Проверьте свою квалификацию, запланируйте количество групп во второй половине квалификации, и мы посетим Японию в период цветная сакури вместо. Успехов вам! До встречи! Ну а сейчас пришло время узнать, где же состоится золотая конференция 2018 года. Я уверен, что вы уже очень хотите узнать это, поставить себе планы для того, чтобы там оказаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Меня зовут Дмитрий Кваша, это Копани Беркиш. Здравствуйте! И мы сегодня прилетели в город, в котором пройдет золотая конференция 2018 года у компании Арифлейм. И как вы догадались, это потрясающий город Мадрид. И мы не просто так сюда приехали, нам важно отобрать самые лучшие места в этом городе, чтобы включить их в программу нашей конференции. что мы бы хотели бы предложить нашим лучшим лидерам, чтобы увидеть. Так что да, друзья, это миссия не из простых. У нас есть всего 24 часа для того, чтобы постараться, посмотреть, какие самые лучшие места мы можем для вас найти. Но что делать это еще более сложным? Это то, что у нас есть четкие правила. Мы не просто так будем гулять по Мадриду. У нас есть в соответствии с модными нынче трендами путешественников есть монетка. И мы ее подкинем. И у того, кому выпадет орел, у него будет возможность посмотреть сегодня Мадрид и выбрать лучшие места, как будто бы он топ-лидер Арифлейм. А топ-лидер Арифлейм у нас всегда живут в лучших отелях, имеют доступ к лучшим ресторанам. Ну, а у кого будет решка, он будет как обычный турист, ну, скажем, менеджер Арифлейм. Ну, что, ты готов верить в свою судьбу этой монете? Да, я готов. Ты к тебе хочешь быть? Орел, пожалуйста. Окей, я тоже хочу, Орел, извини. Ну, давай, я тебе это предоставлю. Получится у тебя. Я буду топ-лидер Арифлейм, Копани, извини. Ты будешь, ну, тоже неплохо, ты будешь участником, нормальным, туристом. Целый день впереди. Тебе есть много чего открыть сегодня. За мной сейчас, наверное, машина приедет, как за топ-лидером. Я тебя оставлю. В общем, держись там. Хорошего тебе настроения. Good luck, Dan. Спасибо тебе большое за карточку. Это замечательно, когда твой статус позволяет тебе иметь не только золотую карточку, но и индивидуальный трансфер. Как и часто мы заботимся о наших топ-лидерах. Поэтому, я думаю, что стоит и мне начать свое путешествие. Пойдемте за мной. Площадь Пуэрто-дель-Соль. Центральная площадь испанской столицы. Одной из ее достопримечательностей является памятник-педведице, тянущийся за земляникой. Происхождение этого памятника остается неизвестным, так как годы создания памятника в Мадриде еще не сажали землянику. А вечно одна, вечно одна, где твой медведь? Хоп! Грациас! И первое, куда мы рекомендуем приехать в Мадриде не только топ-лидерам Ари Флейм, но и всем участникам золотой конференции, это Королевский дворец. Невероятное по своей красоте здание произведения архитектурного искусства было построено еще в 1551 году. Территория 100 тысяч квадратных метров, а в самом здании 240 балконов, 870 окон. Очень впечатляет, вот так вот живут европейские монархи. Людей, конечно же, здесь очень-очень много. И для того, чтобы попасть во дворец, нужно отстоять вот такую вот огромную очередь. Чтобы не тратить зря время, предлагаю совместить приятное с полезным. Давайте, может быть, тряхнем стариной и на пару часов забудем, правда, это вот онлайн-рекриптирование в соцсетях. Вот они, люди. Давайте пойдем, все равно в очередь встать, поговорим, спросим, не нужен ли им дополнительный доход, может быть, нет, не нужен. Карьера, предпринимательство, бизнес, замечательная инновационная продукция. Можно попробовать. Давайте. А это Реаль Касса де Кареос, Королевский дом почты. Это одна из главных достопримечательностей площади Пуэрто-дель-Соль. Вот вам и почта. Интересно, как это здание почты выглядит изнутри? Точно могу сказать, что это не похоже ни на одно здание почты, которое я видел в России. Интересно, здесь тоже есть такие почтовые работницы, которые кричат на посетителей? Не занимайте, не занимайте, я закрываюсь. А это невероятные башенные часы. По традиции, в новогоднюю ночь испанцы с каждым ударом курантов съедают по одной виноградинке, с каждой из них загадывая новое желание, чтобы в новом году все желания сбылись. И вот я подумал, сейчас не Новый год, но новая квалификация на конференцию, которая будет идти год. Хорошо, что я в отеле на завтраке забрал с собой виноград. Хочу, чтобы много лидеров квалифицировались на золотую конференцию. Хочу, чтобы там мы поздравляли много новых званий. Тысяча, нет, полторы. Хочу, чтобы было много новых исполнительных директоров. Хочу, чтобы росли продажи. Хочу, чтобы каждый партнер Арифлейм СНГ много-много рекрутировал. Хочу, чтобы на золотую конференцию Арифлейм была приглашена Пенелопа Круз. Хочу новый PlayStation. Хочу iPhone 7. Хочу BMW. Следующая моя остановка это главная площадь Мадрида. Не только Мадрида, но и, в принципе, всей Испании. Поэтому она и называется площадь Испании. Площадь огромная, с очень впечатляющей, величественной архитектурой. Площадь порядка 36 тысяч квадратных метров. Ну и помимо того, что здесь очень красивые растения, плотаны высокие, архитектура невероятная, она примечательна еще и памятником знаменитому писателю Сервантесу, который, конечно же, благодаря своему Дон Кихоту является, наверное, самым любимым писателем и предметом гордости всех испанцев. И вот здесь мы можем видеть этот памятник. Он был сооружен в честь 300-летия со дня смерти писателя. И примечательным является еще и не только ему сам памятник, но и памятник самым любимым героям его произведений. И мы с вами сможем поближе посмотреть на них. И оказавшись на площади, конечно же, вы соблазнитесь сфотографироваться с героями знаменитого произведения Дон Кихот. Посмотрите они просто как со страниц книги. Я смотрю на них и представляю, что я тот самый благородный, верный рыцарь Дон Кихот на своем щупленьком, но верном коне. А это верный оруженосец. Может быть, вот Прокопа не вспомнил. На таком упитанном, как и он сам, после кем. Прекрасное произведение. Очень хорошая аппетитура. Мне очень нравится. Ну а меня каким-то необъяснимым образом тянуло в это место. Это очень знаменательное место для Мадрида, площадь Пласса Майор. И эта площадь была построена еще в начале 17 века, когда Испании правил король Филипп III. И именно в честь него воздвигли вот этот вот памятник как раз Филиппу III. Здесь мы можем с вами его увидеть на коне, в красивом костюме. Такой воротник у него высокий. Я в России тоже знаю одного Филиппа, который очень любит высокие воротники, перья, но сейчас пока не о нем. Но площадь, почему для меня интересна и привлекательна, потому что она исторически всегда была местом событий, мероприятий, зрелищ. Мы в Орифлейм тоже часто проводим яркие, незабываемые мероприятия. Здесь могла быть корида, здесь мог быть парад, шествия, события. И вот на этом красивом доме вы видите замечательные, красивые балконы, которые использовались в качестве ложей для знати, для королевских осол. Если бы мы могли бы каким-то образом договориться, чтобы здесь был, например, гала-ужин нашей конференции, конечно, это была бы вип-зона для топ-15. Испанские чипсы – это, конечно, хорошо, но голод ими толком не утолить. Как жаль, что у меня нет золотой карточки, с помощью которой я купил бы себе нормальный вкусный испанский ужин. Хотя, подождите, я знаю, как мне добыть денег. Ори-флейм, новейдж, феминел. О, hello! Ну, как прошел день? О, должен тебе сказать, это был отличный день. Я заработал много-много денег и посмотрел весь город. It was such a good day, that I actually earned quite a lot of money and had a great time in Madrid. Я смотрю, ты хорошо распорядился нашими продуктами. То есть навыки успешного продавца у тебя присутствуют, отлично. Ну, и я со своей стороны тоже увидел огромное количество достойнейших мест здесь, в Мадриде. И теперь мы начинаем самую активную подготовку к золотой конференции. Друзья, ваша задача сделать все, чтобы на нее квалифицироваться. Это невероятный город. Вы должны быть здесь обязательно, на нашей золотой конференции. У Мадрида есть так много, что вам предложить. А мы со своей стороны сделаем лучшие мероприятия, подберем лучшие отели. И давайте договоримся, что мы встретимся с вами здесь, на золотой конференции 2018 в Мадриде. Welcome to Madrid, everyone. Увидимся. Итак, я рад объявить о том, что золотая конференция 2018 года пройдет в Испании, в Мадриде. И от лица всей компании Ariflame в СНГ я с удовольствием приглашаю каждого из вас принять участие в золотой конференции 2018 в Мадриде. Как квалифицироваться на конференцию? Правила прежние. Для первой поездки вам необходимо 25-22% групп в первом уровне, суммарно за период квалификации, а также, другой вариант, это новое звание с уровня золотой директора и выше, которое нужно подтвердить по итогу квалификации. Если это не первая поездка, если это повторная поездка, то тогда вам нужно в вашем филиале Ariflame получить ваш индивидуальный план квалификации. Ну что, до встречи на золотой конференции 2018 в Мадриде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok